Всем привет! Вы на канале Бэйби Гоу, и мы начинаем новую рубрику «Всказки на ночь. Произведение Маленький Белый Кролик ложится спать». Каждый вечер Маленький Белый Кролик принимает ванну. «Сегодня я сам разделся», — с гордостью сказал он своей младшей сестренке. «Я уже совсем взрослый». После ужина Маленький Белый Кролик решил немного поиграть, а потом, спохватившись, спросил сестренку. «Ты, наверное, хотела, чтобы я рассказал тебе какую-нибудь историю, но ты еще так мала. К тому же тебе давно пора спать». Малышка почти сразу заснула, а мама стала читать перед сном сыну книжку. Когда сказка закончилась, Маленький Белый Кролик закапризничал. «Я еще не хочу спать». «Уже поздно», — строго сказала мама. «Но мамочка», — стал возражать ей Маленький Белый Кролик. «Дуду хочет пипить. И мне надо отвезти его в туалет. Пойдем, и ты, мой дорогой». «Валя, пора спать», — снова велит мама. Но Маленький Белый Кролик опять закапризничал. «Дуду замерзнет. Его нужно укрыть одеялом, и одному ему будет скучно. Почему бы не положить всех друзей вместе?» Маленький Белый Кролик совсем не желает спать. «А как же папа?» — мечет он. «Даже не поцеловал меня перед сном». Тогда пришел папа и пожелал Маленькому Белому Кролику спокойней ночи. «Спи сладко, дорогой мой. Целую носик». Маленький Белый Кролик вскоре утомился и, наконец, заснул. Но посреди ночи он вдруг проснулся. «Мама! Папа!» — позвал Маленький Белый Кролик. Не приснился кошмар, но он в слезах выгулся из своей кроватки. «Это всего лишь страшный сон, малыш», — успокоил его папа. «Не надо бояться. Мы с тобой. А в нее покрепче своего дуду и постарайся заснуть. Утром этот сон тебя развеселит. Уж поверь». И Маленький Белый Кролик вернулся в свою кроватку и уснул. И до самого утра его не беспокоили больше страшные сны. Спокойной ночи, детки. С вами был канал BabyGo. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok